Привет, друзья! Сегодняшнее мое видео это будет не о сводчах, не о тестировании, не о чем, не о новом продукте. А сегодня будет такое, знаете, нудное, я бы сказала, размышление, потому что я всегда в видео говорю много, возможно, это многих раздражает. Ну, так вот я по жизни человек, я люблю поговорить. Даже делая сводчи, я делаю их долго. Меня попросили дать отзыв, дать отзыв на новинку, сыворотку с ретинолом серии Novage. Меня попросили дать свое, скажем так, мнение по поводу использования, потому что уже, да, практически уже прошел месяц, я ее использую ежедневно. Причем начала я сразу ежедневно. Первый раз, когда я нанесла, я посмотрела, как среагировала моя кожа, все нормально, никаких вообще изменений не произошло на коже. Ну, я думаю, чего мне тут с ней танцы с бубнами устраивать и вводить ее там два раза, три раза в неделю. В общем, я начала сразу конкретно пользоваться каждый день, за исключением, когда я делаю маски, ночные маски, то я сывороткой этой не пользуюсь. Не знаю, почему, но какое-то у меня такое свое предубеждение, то есть я тонизирую лицо, наношу ночную маску, а потом сверху крем. Вот здесь я без сыворотки, без ретинола. Не хочу, чтобы они, понимаете, не хочу, чтобы она соприкасалась с другими ингредиентами, потому что я точный состав не знаю, есть ли в той маске, например, антиоксиданты. Я не уверена, есть ли они там или нет, а ретинол, компонент ретинол, он не любит антиоксиданты, то есть они его убивают. Поэтому вот в эти дни я исключаю ретинол, когда я делаю ночные маски. Все, ну, просто не рискую. Наверное, так как флакон уже такой темный, я не вижу, сколько я использовала, но судя по тому, как я надавливаю, где-то уже половина я использовала этой сыворотки в своем ежедневном уходе. Скажу честно, откровенно, какого-то супер-вау-эффекта я не заметила на своей коже по одной простой причине. Почему, я сейчас объясню. Дело в том, что у меня уход за кожей, он системный. То есть на протяжении многих лет, сколько я себя помню, у меня кожа после того, как я стала подростком, она у меня стала проблемной. То есть у меня и акне были, и кожа у меня жирная, соответственно, уход она требовала серьезный. То есть я ухаживала за ней, и это было системно. Я привыкла, я привыкла где-то лет вот после 15-ти серьезно относиться к своей коже. То есть не запускать ее, а бы как там, пусть у меня на лице будет все, что будет. Нет, вот я ходила к косметологу, к дерматологу я ходила, я лечила вот свою кожу в подростковом периоде. То есть я сразу так, серьезно подошла к этой проблеме. Поэтому, так как я ходила к косметологу, мне объяснили, как нужно ухаживать за кожей. Ну и потом, естественно, когда я взрослела, мне стало все это нравиться. Я настолько привыкла, что нужно к коже относиться бережно и постоянно следить за ней. Ну, это у меня стал вот такой ритуал своего рода, как зубы почистить. Да, два раза в день это обязательно. И после каждого приема пищи тоже обязательно. Также из кожи. И здесь для меня это обычный дополнительный уход, который я ввожу. Я обожаю сыворотки, правда. Я обожаю сыворотки, я обожаю масла вот в этих вот, в рыбочках, которые есть в Арифлейм. И не только вот просто вот масло для кожи. Я не пользуюсь так. Ну, не знаю, как-то мне не нравится. А вот в капсулах, там вот она дозированная, она раз и все. Я их обожаю. То есть и сыворотку с ретинолом я ввела как дополнительный компонент в своем уходе, в ежедневном уходе. И понимаете, как говорят косметологи, когда у вас системный уход за кожей, постоянный, на протяжении многих-многих, не одного уже десятка лет, и вводя новый компонент в уходе, да, более сильный, чем был предыдущий, вы вот такого сразу вау-эффекта не заметите. Потому что кожа у вас воспринимает его как хорошее дополнительное питание. Что оно получило еще лучше компонент, чем был прежний. Она на него реагирует и нормально воспринимает. Ну, это здорово. А вот такой вот, скажем, сногсшибательный вау-эффект получают те, кто менее тщательно относится вот к своей коже, в уходе за своей кожей. Те, да, вот слушая отзывы даже по серии на бэдж, да, в Эрифлейн. Почему одни, когда покупают эту серию, судя по отзывам, они, о, да, вот у меня сейчас такой же будет вау-эффект. А купил, а получилось нет. Спрашивают у косметолога, почему? А косметолог, нормальный косметолог, он так и ответит. Так у тебя же система ухода за лицом, ты постоянно так ухаживаешь. Просто ты взяла и, ну как, на другую линию перешла. Ну, те же шаги у тебя остались в уходе. Поэтому ты вот суперэффекта не видишь, но и хуже ты для своей кожи не делаешь. Главное не опускаться ниже планкой в своем уходе. Выше можно постоянно наращивать и наращивать, это можно и даже нужно, потому что мы все с вами стареем. Я никогда в жизни не делала никаких уколов своей коже. Никаких. И даже когда ходила к косметологу, единственное, года в 32 я делала, не знаю, как он, но он тогда не кислотный был пилинг, а, знаете, типа вот такой какой-то скатки. Но только вот это было в косметическом кабинете, это были более агрессивные компоненты. Да, у меня верхний слой вот этой вот кожицы потом слезал, лицо было жутко красное. Я, какую-то неделю я ходила, правда, вот один-единственный раз в жизни я сделала вот такую вот серьезную процедуру в косметическом кабинете. Все остальное это обычная чистка и обычный массаж лица. Все. А дальше уход у меня идет только дома. Это крем, масла, тоники, сыворотки. Обожаю, правда, обожаю сыворотки различные. Я разными сыворотками пользуюсь, разных фирм сыворотками пользуюсь. Поэтому для себя вот когда я попробовала, знаете, что заметила? Ну, я, конечно, свои морщины не замеряла линейкой до и, как говорится, после. Ну, у меня на лбу есть глубокие такие морщинки уже в силу своего возраста. У меня есть глубокие. Ну, и кожа у меня, знаете, у меня она жирная и она у меня толстая, плотная, как говорят косметологи. Поэтому и морщинки, соответственно, они у меня не мелкие, а вот где-то такими частями и глубокие. Вот эти, они еще как бы остались. Ну, я, знаете, я не пытаю каких-то там иллюзий, что они у меня тенцы разгладятся и будут как 20 лет. Нет, такого нету. Но то, что они не становятся глубже, это меня радует. И вот здесь вот вверху были вот такие вот, как бы вот, вот они такие вот маленькие заломчики. Они стали, как мне кажется, вот я вчера посмотрела в зеркало вечером перед тем, как нанести, без всякой косметики, безо всего. Вот они как бы стали, я думаю, хочется верить, честно хочется верить, что они стали более меньше. Ну, я говорю, я линейкой не замеряла ни глубину, ни длину. Исчезнуть они, конечно, никуда, навеки не исчезнут. Мы люди все взрослые понимаем. У меня идет естественный процесс старения кожи. Я просто поддерживаю свою кожу без всяких там уколов, всяких страшных процедур. Я их жутко боюсь, правда, жутко боюсь вот эти уколы. Тем более в лицо что-то там колоть и тыкать. Нет, у меня естественный процесс старения идет, и все. Ну, вот не то, что какие есть, такие есть. Это как бы вот здесь я бы не хотела такую поговорку произнести. Я бы сказала, красиво стареем. Вот так. Просто красиво стареем, но кожа ухоженная. Я когда прихожу к косметологу в косметический кабинет, мне всегда говорят, у вас кожа ухоженная. И косметологи это видят, они сразу это чувствуют. Вот поэтому сказать, что какой-то суперэффект, нет, я его не заметила. Это дополнительное питание для моей кожи. Ну и опять же, понимаете, ретинол, он такой компонент, скажем, надолго, дружба надолго. И когда к косметологу люди приходят на ретиноловые процедуры, их косметолог сразу настраивает на то, что это не одна и две процедуры. Нет, ни в коем случае. Это много процедур. Это комплекс. Ну, даже не комплекс, а это долговременный процесс. Поэтому вот я сейчас закончу ее, на лето сделаю перерыв. Куплю себе ампулки для лифтинга. Вот лифтинг я хочу попробовать, потому что как бы начинает уже идти такая гравитация, давит на нас, и начинает как бы кожа обвисать. Вот эти ампулки я хочу попробовать, увидеть. Вот у них должно быть сразу заметный эффект. С ретинолом такого нет. Вот я его сейчас, как говорю, использую до конца, оставлю на лето, потому что солнца не хочу в летний. А потом осенью и в зиму опять перейду на ретинол. Вот тогда, я думаю, я смогу увидеть то, что сейчас за два месяца у меня произошло на коже, когда я применяла, и когда лето пройдет. Вот, потому что летом и так агрессивно, да, на нас действует солнечный свет, и кожа по-другому меняется. Вот тогда я посмотрю. Возможно, даже еще потом запишу видео. Но сейчас вот я бы рекомендовала. Кто хочет и кто думает, брать или не брать, возьмите. Возьмите и посмотрите на своей коже, как он сыграет на вашей коже. Возможно, вы и сразу увидите вот этот вау-эффект. И опять же, знаете, не обижайтесь, когда я вот так сейчас скажу, что вот вообще все сыворотки, абсолютно все сыворотки, какие есть, это вот не для ленивых, правда, это постоянно нужно делать. То есть вот как зубы почистить, ввели вы сыворотку, постоянно ей пользуйтесь. До тех пор, ну хотя бы, чтобы флакончик у вас закончился. Не один там два раза нанесли на лицо, и потом поставили на полочку в ванной комнате, и забыли про него. Ну стоит и стоит, по-быстренькому мыли с кремом, там где-то чего-то нанесли, и все. Нет, здесь такое не пройдет. Вот с сывороткой, с любой сывороткой такого не пройдет. Это на, вот на постоянную. То есть это серьезно. Взяли сыворотку, значит пользуемся. От начала и до конца. Каждый день, каждый день. Тогда вы заметите эффект на коже свой. Вот. И если думаете, брать или не брать, ну честно брать. Состав прекрасный, а цена еще лучше. Поверьте, в люксовых брендах я долго не покупала ретинол, потому что я смотрела, читала отзывы. Ну и ценники там на этот ретинол, знаете, там какой-нибудь такой миллиграмм в креме, а стоит он пять тысяч. Это как минимум пять тысяч в люксовых брендах. Это тоже люксовая линейка. И это сыворотка. А сыворотка это очень сильный продукт в косметике. Он очень такой концентрированный. И здесь, ну в каталоге продажная цена полторы тысячи. А для тех, у кого скидка дисконтная карта, ну тут еще дешевле. Поэтому возьмите, правда. Возьмите, попробуйте. Хуже точно не будет. И не бойтесь никаких страшилок. Вообще это очень-очень-очень редко, знаете, 0,00, там одна-одна тысячная процента, когда может быть какая-то супер реакция на ретинол. Я имею в виду плохая реакция на ретинол. Обычно может быть легкое покраснение и все. Все. Даже вот косметологи и то, если за свое время там одного-единственного человека из 10 тысяч встретят, ну представляете, какой это процент. Я не думаю, что вы в него так попадете, если у вас до этого кожа нормально все воспринимала. А любую сыворотку и любой крем, никакой у вас супер-друпер-аллергии нету. Ни на что. Поэтому берите, не раздумывай, берите и все. Смотрите на своем лице. Хуже точно не будет. Только получите хороший уход. И кожа вам скажет спасибо. Все, я заканчиваю. Так, 15 минут. Я говорю, я очень люблю долго говорить. Но меня попросили. Комментарии. Вот в комментарии это все не войдет, поэтому сняла видео. Надеюсь, оно вам было полезно. Задавайте вопросы. Если что-то осталось, какие-то вопросы, что-то я не досказала, потому что я думаю со своей колокольни, а в вашей голове совсем другие вопросы об этом поводу. Поэтому задавайте в комментариях. Будем с вами разбираться. Правда. Будем разбираться вместе. Мы, девушки такие уже хорошего возраста, прекрасного. Поэтому пишите. Не стесняйтесь, пишите комментарии под этим видео. Все. Хорошего вам настроения. Прекрасно вам выглядеть. До новых встреч, до новых полезных обзоров. Подписывайтесь. Пока-пока.